Вот какую тему я сегодня хочу затронуть. Мы говорим о свободе, о деньгах, о успехе. Чтобы стать свободным, надо обязательно, и добиться успеха в бизнесе, надо обязательно быть лидером. Надо им стать. Говорят, что ими не рождается, ими становится. Не знаю. Если ты лидер, то в тебе должна быть так называемая харизма, ты должен ей обладать. Трудно сказать четко, что это такое, но я вот тут недавно слышал, что харизму можно как бы... Харизматичного человека отделяет от других то, что он обладает определенным имиджем, властью, знает законы психологии. И самое важное, самое главное, обладает какой-то особой мистической энергетикой. Чем-то таким необъяснимым, что позволяет ему вести за собой людей. Но я думаю, что... И не только я так думаю. Я думаю, что... Все зависит от того, какие цели у человека. Чем выше цель, чем она максимально пронизала все его существо, тем больше требуется ему энергии. Значит, тем более должен быть харизматичным лидером такой. Ну, я знаю однозначно, что самый харизматичный человек на нашей земле был... Это Иисус Христос, конечно. Потому что у него такая цель была, и он ее реализовал, что остальные просто меркнут. И это разговор такой особый, разговор будущего. Я сейчас не хочу касаться этого. Но я знаю, например, и других людей, несопоставимых, разумеется, с Иисусом Христосом, многих лидеров, весьма и весьма харизматичных. Много таких людей. Огромное множество. Относительно, конечно. Ну, вот я знаю, например, такого человека, его зовут Марк Хьюз. Показательный пример очень. В феврале этого года исполнилось 30 лет компании Гербалайф. 30 лет на рынке, миллиарды оборотов, долларов. В десятках стран давным-давно работает эта компания. Стабильно, надежно, постепенно, незаметно. Создал ее вот этот вот человек. Он родился в 1956 году. Когда он создавал в начале февраля 80-го года эту компанию, ему было 23 года. Задумайтесь, 23 года было. 23. У него было 9 классов образования. Он был без отцовщина. И у него умерла мать. У него не было ни копья. Он работал на всякой фигне. Например, он стоял, он был такой высокий, красивый, симпатичный, длинноволосый, очень красивый мальчик. Он, например, стоял, манекеном работал. В магазине, живым манекеном. В витрине стоял. Зарабатывал деньги. Но поскольку у него мать умерла от того, что боролась с лишним весом, ела какие-то таблетки и умерла, у него зародилась такая цель создать такие... так, чтобы они не умирали в борьбе с лишним весом. Не страдали, не мучили. Он видел, как его мать мучилась в борьбе в этой ужасной. И он создал такую компанию. Но предварительно он поработал в двух. В двух. И в обоих стал номером один. Дистрибьютором номер один. У него был, конечно, потрясающий характер. Он был, несмотря на всю свою хрупкость, красоту и внешнюю такую изящность, он был очень сильным человеком. В 16 лет, я помню, он рассказывал, я был на встрече с ним, он рассказывал, что в 16 лет он участвовал в фонде в каком-то, который занимался сбором денег, пожертвований на борьбу с наркотиками. И он был одним из ведущих таких людей, которые собирали больше всех пожертвований. Он разработал такую методику, например, он ходил по офисам и прямо напрямую к первому лицу, к руководителю компании, и у них рассказывал им ситуацию и добивался чеки получал хорошие пожертвований, приносил в организацию. И он рассказывал такой случай. Однажды, говорит, я наработал такой прием, я звонил секретарше, но обычно личные номера директоров, владельцев компаний, они скрываются, через секретаря все действуют. Я звонил по справочной секретарше и говорил, привет, а Джон у себя, а она говорит, а кто это? Он говорит, да это Марк у себя. Ну скажи ему, что я сейчас зайду. А как вас представить? Да он знает, наверное, Марк Хьюз меня зовут, 16-летний парень. Ну и, значит, через некоторое время он являлся в офисе, говорит, это я Марк, я звонил, Джон меня ждет. Я торопела и секретарша его пропускала. И обычно все сходило с рука нормально. А тут он зашел, говорит, я захожу как-то к одному, таким же образом, и он на меня глянул, все сразу понял. Говорит, если ты пришел мне что-нибудь продавать или что-нибудь просить, я тебя вышвырну отсюда. Ты понял меня? Он говорит, не, не, мне все, надо 5 минут. И стал рассказывать, что у нас такого-то фонда, дайте денег. Он нажал на кнопку, вызвал охрану и, значит, говорит, вышвырнуть его на улицу этого сопляка. И того поволокли. А вслед он ему кричит, и запомни, никогда не вздумай больше ко мне являться без записи, без предварительного звонка и вообще таким образом по-гамски. И говорит, меня раскачали и выбросили на улицу. Потому что я был 16-летний пацан. Как вы думаете, как поступил этот парень? Он отряхнулся, зажел в телефонную будку, набрал номер телефона, позвонил и говорит, Джон, меня только что выкинули твои охранники, ты сказал, чтобы я без предварительного договоренности к тебе не заходил. Вот я договариваюсь, можно я сейчас зайду, мне нужно решить вопрос? Тот говорит, но ты боец, но заходи. И говорит, я вышел от него с чеком в 500 долларов. Таким образом он попал и к губернатору Калифорнии, тогда он жил в Лос-Анджелесе, которым был Рональд Рейган. То есть история вот такая. И вот он создал компанию, когда ему было 23 года, у него было 9 классов образования. В 23 года он создал компанию. И сегодня этой компании 30 лет. Он, будучи миллиардером, продолжал свою дистрибьюторскую работу. Он говорил, ребята, запомните, я такой же дистрибьютор, как и вы. Я день в день ской думаю только об одном, как сделать так, чтобы ваш труд оплачивался лучше, чтобы вам легче работалось. Я скажу, что труд дистрибьюторов Гербалаев не сахар. Знаете, сколько людей не хотят слушать эту информацию? Знаете, сколько людей говорили мне, что Гербалаев и секс не предлагать, что химию эту не надо, что это пирамида. Боже, первая компания, сетевая компания в России. Вы не представляете, сколько людей полегли, полегли пластами, пластами полегли в борьбе за успех в этой компании. Но! Я знаю множество людей, которые преуспевают. Это сильные личности, это люди с харизматическим характером, лидеры, которые выковались в борьбе, как их президент Марк Юлс. В 85-м году, когда компания в пятилетнем возрасте перла, как танк, она развивалась со страшной силой, кругом были новые страны, открывались миллионы долларов, обороты, люди со страшной силой худели. Вы не представляете, как Марк Юлс любил свои продукты, как он носился с этими банками, как он их облизывал, как он рассказывал всем, какая это классная еда, как он все время сам демонстрировал, как он был влюблен в продукт, он заботился не о том, чтобы денег накосить, он думал только об одном, чтобы людям помочь, а деньги как следствие. У него мозги так работали, у него была высочайшая цель, высочайшая. И его попытались остановить, конечно же, в 85-м году. На год вырубили компанию, проверками, то есть фармацевты, враги наши. Но это отдельная история. Итак, я продолжу, через некоторое время. Итак, лидер должен обладать харизмой. Харизма – это характер, это сила, это высокая цель. Чтобы свою цель реализовать, нужна энергия. Эта энергия ниоткуда не берется. Она берется из того, что ты мечтаешь, страстно двигаешься к своей цели, и нет тебе преград. Никто не может остановить нас. Никто не может вас остановить на пути к вашей цели, если она действительно ваша цель, и вы готовы идти до конца. Ничего легкого нет на этой земле. Главное – быть приверженным своей цели, и тогда все преграды будут преодолены. Я вам расскажу дальше, как действовал этот человек, и какие презентации он научил меня делать. Просто и ясно. Миллиардер.